Этот выпуск проекта «Спроси о Щелкове» настроит вас на серьезный лад. Немногие, оказывается, знают, что означает официальная символика городского округа Щелкова – герб и флаг. Рассказаны. Любой герб языком аллегории и геральдических символов отражает историю города или района. Наш представляет собой щит традиционной формы с белым или, на языке геральдики, серебряным полем. На нем прежде всего обращает на себя внимание красный трелисник. Так символически отображено на гербе то, что с давних времен Щелковский край был текстильным. Эта графическая композиция – не что иное, как ткацкий челнок и его нить. Вьющаяся нить, в свою очередь, образует орнамент коробочки хлопка. Все текстильные предприятия были построены на реке Клязьме. Вот и она в виде синей короны в верхней части щита. У центральной композиции есть и второе значение. Вертикальный челнок ассоциируется со стартом ракеты. Стоит ли напоминать, что отечественная космонавтика зарождалась и развивается на Щелковской земле? В этом и был авторский замысел герба – от ткацкого челнока до космического корабля. Цвета, которые используются в нашем гербе, тоже имеют свое значение. Золотой – символ высшей ценности, величия, силы и расцвета. Синий или лазуревый – символ чести, славы, преданности и духовности. Червленый – красный – символ жизнеутверждающей силы, мужества, великодушия и красоты. Белый или серебряный – символ мира, чистоты, правды и благородства. А теперь заглянем в историю герба. Первый официальный символ города Щелково был принят Советом депутатов 11 июля 1975 года. Его автором был щелковский художник Виктор Пальчиков. Тот герб является прообразом нынешнего, и вот как он выглядел. Кроме уже известных нам челнока и нити, на нем были изображены реторты и шестеренка, как символы химической и машиностроительной промышленности. Цифры 1925 – год образования города Щелково и его название. Внизу щита была изображена сначала распахнутая книга в цветах флага РСФСР, а после 1991 года ее сменил российский триколор. Кстати, старый вариант герба можно увидеть на фасаде дома 4А по улице Талсинской. Этот дом был построен первым из четырех домов башен вдоль улицы. Вот строители и решили таким образом увековечить герб города, и у них это вполне получилось. Герб Щелково был переработан в 2001 году в соответствии с новыми требованиями. Из него были убраны все элементы, не являющиеся установленными геральдическими символами, а также изменены цвета окантовки и центральной композиции. Дорабатывал герб художник из города Химки Константин Моченов. Тогда же впервые был утвержден и флаг Щелковского района, который был разработан на основании герба. Композиция белого цвета из челнока ракеты и нити, свитой в форме коробочки хлопка, нанесена на красно-синее полотнище. Флаг без изменений перешел от района к городскому округу Щелково, и так же, как и герб, является его официальным символом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова